Девушки отдыхают А ты хорош, похоже ты смог устроиться в жизни, и у тебя есть деньги Не особо много О, ладно, по крайней мере ты не так беден, как я Отлично, ну и что ж, друзья, могу сказать, что между делом мне пришлось проиграть, наверное, раз 8-9, вот, и один раз все-таки выиграть И вот одного раза недостаточно, поэтому сейчас я продемонстрировал, как выиграл второй раз И только после того, как я второй раз победил этого сильного человека, сильного моряка, гарпунщика Он согласился отдать мне свои деньги Ну что ж, ладно Почему ты говоришь, что беден? Нет работы? Я гарпунщик, но, видишь ли, киты попадаются редко, и за них не особо много платят В итоге я обнаружил себя здесь, соревнующимся за выпивку Карпунщик? Интересно, ты и в переделках попывал, я думаю Конечно, дюжинный лет прошло с тех времен, когда я был моряком Я все повидал Со старинным волосом, чертовым черным Питером Великим Роджером, мы ходили к мысу Доброй Надежды Черный Питер, говоришь? Слышал массу слухов о нем Он был худшим из всех Он гуном и жестоким Размахивал кулаками направо и налево Он был тираном, а не капитаном По крайней мере, не таким хорошим, как Великий Роджер Понятно Да, мне рассказывали жуткие байки о черном Питере Но худшего ты не слышал Расскажи мне и возьмем еще выпивку Это случилось в 83-м году, в августе того года Питер Керри был капитаном морского единорога, а я гарпунщиком Мы выбрались из ледяного затора по пути домой Однажды вечером я заметил маленькую яхту, которую несло к северу И всего одного человека, который не был моряком Экипаж, должно быть, подумал, что надо спасаться и отправился в плать к норвежскому берегу Думаю, они все утонули Мы взяли чайка на борт И кто же это был? Я не знаю Пока мы плыли, он со шкипером вел долгие разговоры Его багаж состоял из одной жестяной коробки Угу, жестяная коробка Странно Ага, во вторую ночь незнакомец исчез Никто не знал, что случилось с ним И, конечно, никто не спросил черного Питера Ты знал, что случилось, ведь так? Так Я видел, как шкипер связал ему ноги и отправил за борт прямо на моих глазах ночью За два дня до того, как мы достигли шотландских огней Черный Питер – убийца Да И те, кто его знают, не удивились бы, услышав это Но все это должно остаться между нами, ладно? Конечно Конечно Ну и тем не менее, конечно Питер-то, конечно, убийца Но вот этот моряк Давайте рассмотрим его поподробнее Золотая серьга Так, здесь какие-то следы были у него на воротнике Ну, видимо, следы как следы Дешевая одежда Сильные руки Желтые ногти Но это от табака Татуировка моряка Я на секунду Схожу в туалет Я буду здесь, со своей выпивкой Так, отлично Ну и что же нам нужно сделать? Положите кесет в карман Кернса И проверьте, его ли он Отлично Так, ну я так понимаю, что нужно опять к нему обратиться Попросить закурить У тебя есть табак? Мой закончился Нет, я потерял свой кесет Не знаю где Подожди-ка А это что? О, это твой табачный кесет Ну я бы... Ну да Это он Ладно, мне надо идти Я знаком с капитаном, который собирается в экспедицию на Кейп Код Капитан Ахаб его зовут Он командир Пикода Ему могут понадобиться хорошие гарпунщики Замырую словечко за тебя Давай, если хочешь Если хочешь, я Я закончен Я закончен, сейчас уйти Так, хорошо Значит, все-таки он там был И он убил Питера и Керри Насколько я понимаю Но это неоспоримо Возможно, конечно, нужно к Джону Неллигану подойти и спросить, видел ли он Видел ли он Патрика Кернса в том самом месте А может быть с Лаймом Харта стоит переговорить на эту тему Интересно, будут ли они со мной говорить А с Шерлотом, точнее, говорить Когда он будет в таком виде Пожалуй, нет Но, тем не менее, давайте проверим Все равно мы туда направляемся Либо нам, на самом деле, нужно подойти к инспектору Лестрейду Чтобы он арестовал Патрика Кернса А нет, смотрите, скоро он пьяр А Шерлот прибыл в своем обычном обличье В повседневной одежде Так, к Лестрейду нам пока не надо Так, типа носов Серьезно Так, ну к Лестрейду мы давайте пока не пойдем Все-таки Сначала поговорим с заключенными Значит, вам все-таки нужно к инспектору Как продвигается расследование вместо Холмса? Есть идея, кто убийца? Так, не только идея, но и прямое подтверждение В ПАП нам точно больше не нужно В УДМАНСЛИ нам тоже не нужно Так, вот мы Патрик Кернс, опытный гарпунщик Часто бывает в морской ведьме Заведении Популярных среди моряков Любящих побороться на руках за деньги Много курить, что заметно по пожелтевшим пальцам Ну что ж, давайте, наверное, на Бекер-стрит Или же нам нужно сначала связать улики Так Так Патрик Кернс И кесет Патрика Кернса Кернс подтвердил, что это его кесет Это означает, что он был на месте преступления И виновен в убийстве Кернс подтвердил, что это его кесет Это означает, что он был на месте преступления Но не обязательно доказывать его виновен в убийстве Ага, то есть там может быть все-таки двое были, да? Поэтому здесь по поводу невероятной силы Ну да, похоже, что мы связываем пока вот эти две ниточки, которые ведут друг к другу Так Может быть стоит об этом поговорить со Стрейдом? Да, все довольно-таки непросто, что связано вот с этими то, что связано с этими вот выводами Так Вот эти моменты давайте свяжем Было доказано, что Лайм Хартли флиртовал с женой Питера Керри и даже влюбился в нее Но это не вышло за рамки страстных, но безобидных писем и слов Ага, отлично, вот и первая взаимосвязь Круто, друзья Присутствие Хартли в Удманс-Ли в Ночь убийства объясняется его увлеченностью Джудит Керри этим фактом, что он работал садовником Два момента мы с вами связали Так, попытки взлома и письмо Джудит Керри Да нет Так, подождите Письмо и признание, пожалуй Так, вот оно Было доказано, что Лайм Хартли флиртовал с женой Питера Керри Даже влюбился в нее, но это не вышло за рамки И Лайм Хартли любила Джудит Керри столь отчаянно, что ее ревность смогла спровоцировать на убийство Так, вот теперь здесь уже два момента Отношения Лайма Хартли с Джудит Керри могли дать ему мотив для убийства Питера Керри Так, вот пока такой мы вывод с вами сделали Так, что у нас еще с уликами Так, ну видимо больше здесь ничего мы найти не можем Так, хорошо Значит, вот этот вывод у нас получается неверный, да? Угу Теперь более-менее понятно Так, ну если у нас кесет доказывает визит В принципе Здесь должна быть какая-то взаимосвязь, насколько я понимаю Хотя вот можно, допустим, было сделать и вот такой вывод Хартли виновен Да нет Если вот такой вывод мы сделаем Нет, вот видите, то есть получается, что они были оба там, да? То есть вот он, пожалуй, этот вывод И вот вывод, что Хартли виновен Лайм Хартли убил Питера Керри Его мотивы ревности и любовь к жене Керри Хм Вот мне интересно Это так или нет? Потому что вот этот момент Допустим То есть это был удачный бросок Ни больше, ни меньше Да То есть, а если мы, допустим, поменяем По поводу отчаянной ревности И выберем, что Это не выходило за рамки страстных, но безобидных писем и слов Тогда вот этот вывод у нас оказывается ложным И в таком случае, если, допустим, мы Выберем вот этот вывод И тогда вот этот вывод Ну, то есть, все-таки, все-таки Давайте-ка мы попробуем Поговорить еще раз с Лайм Хартли Лайм Хартли Может быть, на самом деле Лайм Хартли и виновен Просто Как-то это слишком Нам тем более нужно выяснить роль Джона Неллигана В этом деле Делим Так, ну давайте попробуем еще раз И все-таки прийти вот к выводу, что Виновен Хартли Значит Тогда нет никакого невинного флирта И отношения могли дать Вот с этим мы Соответственно столкнулись Да, ну что ж, давайте продолжим А, секунду Хартли виновен То есть нужно либо обвинить Вот в чем дело, все понятно Либо обвинить Лайма Хартли Он должен быть наказан по всей строгости закона Либо помиловать Разум Лайма Хартли был затуманен Любовью к Джудит Керри, жене Питера Это убийство было совершено на почве страсти Под эмоциональным давлением Тем не менее он должен ответить перед законом за содеянное Вот в чем дело То есть я должен сделать некий моральный выбор Ну что ж, друзья, давайте порассуждаем Раз так Раз не так все просто Да, действительно Значит, Питер Керри избивал свою жену Это следует из писем Питер Керри Был влюблен В Джудит Но тем не менее На самом деле за рамки писем В принципе не выходило Потому что Если бы это было бы так Тогда мы бы об этом узнали Либо о Джудит Либо Ну о Джудит мы в любом случае бы это узнали Тем не менее Тем не менее, действительно Возможно, он, конечно, искал повод Для того, чтобы убить Питера Керри Кто знает, кто знает Но тем не менее, знаете Вот с другой стороны Мы в любом случае Заставим Лайма Хартли Предстать перед судом Но Необходимо признать, что Как это ужасно не звучит Но Из-за того, что Разум Лаймы Хартли Был затуманен Один Не совсем хороший человек Ушел из жизни Да Пожалуй Все-таки помиловать И что же дальше Разгадка найдена И теперь я готов назвать виновного Так скажите мне Кто убил Черного Питера? Это был Лайм Хартли Меня это не удивляет Сроду не видел более виновата Видели с его парня Он был влюблен в Джудит Керри Это привело к конфликту Который закончился Трагически для ее мужа Понял Идем Сейчас же позаботимся о нем Так Лайм Хартли Это вы убили Черного Питера Он узнал о вашей связи с его женой И пригласил вас на встречу Пропустить по стаканчику Затем началась ссора Он вытащил нож И для самозащиты Вы схватили за горкун Лестрейд Пожалуйста Укажите это в рапорте Я все отрицаю У вас нет доказательств Успокойтесь И благодарите небо За то что мистер Холмс Спас вашу шею Дело закрыто Инспектор Я возвращаюсь на Бекерстрит Очень хорошо мистер Холмс Всего доброго Судьба Черного Питера Лайм Хартли Убил Питера Керри Но в целях Самозащиты От вооруженного Разъяренного Пьяного моряка Это было убийство На почве страсти Разум Хартли Был затуманен Его Любовью к Джудит Керри Жене Питера Вы решили облегчить Его участь Найдена Улик 15 Заключение Хартли Виновен Приговор Помиловать Хартли Здесь есть возможность Удерживать Чтобы проверить себя То есть Имеется ввиду Что правильно ли мы Правильно ли мы сделали выводы Как насчет другой версии Ну не знаю друзья Честно говоря Для меня это Все внове Поэтому давайте Попробуем удерживать Спейс То есть Мы не нашли Одну улику И заключение Что Хартли Виновен Неверное То есть Одной улики У нас не хватает Хм Да Так Ну что ж Как насчет другой версии То есть Здесь есть возможность Скажем так Ошибиться Да Так Ну и какую же улику Мы могли не найти Интересно Одной улики нет Ну тем не менее Где же ее можно найти Возможно Конечно Возможно Нужно Нужно Питер Керри Питер Керри Постарался Скрыть убийство Отца Джона Неллигана Патрик Керрис Рассказал о том Как в августе 83 года На его глазах Питер Керри Столкнул человека За ворот Этого мужчину Накануне едва Спасли Очевидно Был Джошуа Неллиган Да Да То есть вот Хартли виновен Странно Странно Ну хорошо Допустим Давайте опять Придем к тому Что Значит Это здесь Не имеет Никакого значения Вот мы К этому Моменту Пришли Невероятная Сила Да Но с другой С другой стороны Лайм Хартли Мог и Нанять Патрика Кернса Для убийства Здесь сразу Видите Совершенно Другой Вывод То есть В принципе Можно что Сделать То есть Мы вот Выбрали Этот вариант И вот Этот вариант Тогда Здесь не хватает Еще Какого-то Вывода То есть Реально Вот видите Здесь есть такая Как подсказочка То есть Здесь всплывают Еще два факта Видите Которые уже Должны привести В результате К одному Общему Выводу Возможно Возможно Конечно Нам придется Опять Наведаться К Будменсли Можно Конечно Было бы Спуститься В морг Конечно Ну а что Нам это даст Посмотреть Тело Дело в том Что Допустим Если мы с вами Вспомним О том Что Была похищена Какая-то циталь Ну Это действительно Было просто Поэтому я и сказал Что То что Лаймхарты Был причастен Слишком простой Вывод Почему Потому что Зачем кому-то Нужно было Похищать Одну из Страниц Ну Акцию Зачем Это нужно было Ну вот Здесь мы уже С вами все Посмотрели То есть Здесь уже Все необходимые Выводы Были сделаны Полку Мы уже Осмотрели Ну это понятно Это мы уже С вами Видели То же самое Да Друзья Вот так Исход Ну да Разумеется Она просит Чтобы мы Оставили ее В покое Ничего Удивительного Либо опять же Вернуться в Скотленд Ярт И поговорить С Лаймом Хартли Еще раз То есть Ну вот Вот эта пропавшая Акция Мне просто Не дает Покоя На самом Это деле Вполне Может быть Что и Тот же Самый Лайм Хартли В общем Ну хотя В чем Его заинтересованность Если Его посадят И даже Повесятся Умис Зачем Нужно Было Хранить Вот эти Письма Ну да Его поймали Он писал Письмо Но при этом Он пытался Скрыть То что Написано В письме Давайте Еще раз Попробуем Сейчас Спуститься В морг Если Мы Ничего Там Не Обнаружим То Попробуем Принять Версию Где Лайм Хартли Виновен Хотя С другой Стороны В этом Все Таки Смысла Не Очень Много Давайте Спустимся В морг Тем Не Менее Тела Здесь Нет Туда Туда Пройти Нельзя Какую же Лику Мы Могли Пропустить Как Вариант Как Вариант Можно Сходить В архив На Бекер Стрит И Соответственно Почитать Может быть Мы что-то Найдем По поводу Канадских Бумаг Ну давайте Последняя попытка Акция Акция Канадской Железной Дороги Может быть Мы просто Про него Что-то Посмотрели С другой С другой Стороны Ну хотя Да Если Мы Вдруг Решили Что Харт Левиновен То Какая-то Улика Не обязательно Должна Лежать На поверхности Скажем Так Просто Напросто Расследование Привело К ложному Выводу Вот и Все Ну хотя Смотрите Вот В архиве Ничего Подобного Нет Мой архив Я Смотрите Если Писано С вас Немного Поговорить Верю ли я Что он Убийца Так Причем Здесь Гарпунчик Ну вот Он там Оставил Явно Свой Кесет Вполне Возможно Что Лайм Хартли Конечно Мог Украсть У него Кесет И Соответственно Подкинуть Его На место Преступления Так Давайте Еще раз Посмотрим Улики Так Вот Отрывок Биржевой акции Принадлежащей Канадской Тихоокеанской Железнодороге Был обнаружен В судовом Журнале Морского Единорога Вместо Вырванных Страниц За август 83 Года Вместо Вырванных Страниц Кто-то Вырвал Страницы В любом Случае И Намеренно Подложил Туда Вот Эту Акцию Отрывок Акции Для того Чтобы Указать Что Это Была Месть Возможно Да Любовная Переписка Да Солидное Золотое Кольцо Это Работа Моряка Хотя С другой Стороны Вот Если бы Допустим Следов И других Нет Следов Других Нет Поэтому Если бы Они были То Можно Было Было Элементарно Посмотреть На Ботинки Того же Самого Патрика Кернса Я Себе С трудом Правда Представляю Ситуацию Когда Лайм Хартли Вдруг Хватает Гарпун Бросает Его И тем не менее Питер Керри У него в руках Нож Ну не знаю Не знаю Здесь Это просто Расчетные Расчетные Счета Видимо Определенных Банков С которыми Связывался Джошуа Неллиган То есть Вот он Как раз Вот это Все записал Для себя Ну да Ладно Друзья Давайте Все таки Попробуем Закончить На этом Значит Приходим К выводу Что Ну хотя Вот все таки Что за Еще одна Улига Которую Мы не Нашли И то Что Хартли Виновен Это Подчеркнуто Красно Да Удачный Бросок Но тем Не менее Кернс Все таки Былу Взломщик Попытался Проникнуть Чтобы забрать Записную Книжку Оброненную В лужу Натекшей К крови Жертвы Это доказывает Вину человека Предпринявшего Эту попытку Все здесь Не чисто Друзья Ну какую Еще нам Лигу Нужно найти Возможно Конечно Она на Бейкер Стрит Не знаю Ладно Друзья Пожалуй Не буду Больше вас Мучить В следующей серии Пожалуй Мы приступим К тому Что Попробуем Что с вами Был Добрый Макс Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Конечно Серия Получилась Такая Больше Размышлений Нешле Чем Действий Но Тем Не менее Попробуем Все таки Между сериями Разобраться Что ж Увидимся В следующих Сериях Всем пока